Ненаучный атеизм Действительно, существует сегодня такая гипотеза, что якобы наука доказала, что Бога нет, и якобы у науки есть целостное научное мировоззрение окружающего мира и вообще претензии на целостное некое понимание мира, человека и прочего. Так ли это на самом деле? И действительно ли наука является такой последней инстанцией истины, к которой можно обращаться по всем вопросам, как вопросам религии, мировоззрения, идеологии, политики и ориентироваться именно на какое-то научное представление, которое в большей степени, как мы знаем, связано с такой теорией, как эволюция. У французского энциклопедиста Дени де Дро есть замечательная цитата, фраза. Он говорит так. «Помни неизменно. Природа не Бог, человек не машина, а теория не факт». Очень хорошее такое высказывание. Он говорит сразу «минус пантеизм», то есть представление о том, что творение и творец Бог и творение смешаны. Он говорит «помни неизменно, природа не Бог». Далее он говорит «человек не машина», сразу минус представление о человеке, как о неком наборе симптомов и инстинктов. И заключает так, теория или гипотеза не факт. Действительно, теория и гипотеза – это только лишь предположение. Есть разница между теориями и гипотезами, но, тем не менее, это только предположение. Одно более-менее как-то обосновано, а другое, в общем-то, можно назвать в некой мере и мифом. Поэтому мы бы, может, даже и не говорили на эту тему, но, тем не менее, нужно сказать о том, что атеизм на съездах миссионерских, которые были до революции, классифицировался и определялся как ересь. По сути, здесь, в общем-то, очень много правды. Что я имею в виду? Что вот то понимание, что якобы существует какой-то секулярный мир, совершенно освобожденный от всех религиозных представлений – это еще один миф. И якобы этот секулярный мир способен давать такую непредвзятую оценку всем процессам, которые происходят, снова повторю, как в идеологии, как в политике, так и в религии. Это миф. Потому что всякое секулярное мышление и мировоззрение, оно основано на том или ином, а лучше сказать, на винегреде или коктейле религиозных представлений. Например, то, что мир произошел неоткуда и уйдет в никуда. В общем-то, это представление заимствования к эстекме из буддизма. О том, что материя была всегда, ну, это ничего здесь научно-технический прогресс не открыл. Это философия еще Древней Греции и, можно сказать, Аристотеля, что материя первична, и все из нее произошло. Какой же здесь научно-технический прогресс? Это, скорее всего, возвращение к мифам Древней Греции, которые в большей степени соединены с языческими восточными мировоззрениями после завоевания Александра Македонского. Как известно, он приносил не только трофеи богатства и прочее, но и заимствовал языческие мировоззрения в индуизме, покорив Индию, и в других языческих странах, куда он проникал. Поэтому мы, может быть, об этом снова повторю даже и не говорили, если бы сама по себе теория эволюции, ангажированная атеизмом для отречения и увольнения бога из мировоззрения человека, не носила бы в себе агрессивный характер. Что я имею в виду? Иногда люди даже это не осмысляют, а стоит задуматься. Главный принцип теории эволюции говорит о том, что выживает сильнейший. То есть принцип такой, что выживает сильнейший вид. В этом вообще весь отсюда и конкуренция, и прочее. И главное – выжить. Поэтому главный этический принцип человека, уверовавшего в эволюцию и считаешь себя атеизмом, будет такой. Раздави ближнего твоего, иначе ближний раздавит тебя. Христианская заповедь есть совсем другая. Она прямо противоположная. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Ну, а если по принципу выживает сильнейший, снова повторю, то раздави ближнего, иначе ближний раздавит тебя. Конечно же, в атеистической идеологии есть небольшая приправа, нравственная, так называемый гуманистический манифест и прочие нравственные какие-то постулаты. Но снова скажу, что они заимствованы из христианства. Просто в этих постулатах удаляется первая заповедь. Я, Господь, Бог твой, да не будет у тебя других богов. И в этом смысле, в общем-то, атеизм с ее эволюцией – это не что иное, как новая религия. Новая религия, причем богоборческая религия, которая на смену идеалам христианства ставила свои языческие идеалы. Ну, какие? Ну, например, если люди прославляют церковь, прославляют святых и их жизнь, то, в общем-то, атеистическая идеология прославляет идеологов атеизма и лидеров тех или иных революционных процессов. Хочу даже заметить, до сих пор в наших учебниках, хотя они сейчас уже переработаны и внесены какие-то изменения, в учебниках по истории девятого класса до сих пор французская революция и кабинская, которых освобождал некогда там святой Федор, праведный воин Федор Ушаков от этой заразы. И Грецию, и Корфу, и Италию, в общем-то, и Рим, да, а она пишется у нас в наших учебниках до сих пор, «Великая французская революция», с большой буквы. Это с чего это она стала «Великая»? И кого мы увеличаем? Тех преступников, которые, в общем-то, творили бесчинство. Почитайте историю якобинских революционеров во Франции, что они творили? Это же резня была. Просто убивали людей, уничтожали во имя каких-то своих надуманных идеалов. Поэтому так. Итак, именно здесь и есть такой нравственный принцип того, о чём было сказано выше. И вот действительно, как замечает Герцен по словам его, что русский человек, потеряв веру в тот час, уверует в неверие и станет его самоотверженным апостолом. Действительно, очень много, что есть сегодня и что было на заре прошлого столетия. Действительно, люди, русский человек уверовал в том, что Бога нет. И как по метковому выражению другого русского философа Хомякова, он говорит так, что вера в атеизм – это такая добросовестная вера по недоразумению. Да, действительно, люди даже не осмыслили, а что же это? То, что им предлагали. Итак, возникает вопрос. Почему такая, в общем-то, агрессивная теория, которая рассматривает человека как набор животных инстинктов, которыми он руководствуется в процессе выживания за счёт подавления и уничтожения ближнего, прижилась и столь живучая? Здесь есть другое. Здесь есть такое, опять же, мифотворчество о том, что якобы атеизм и наука – это одна среда, которая необходима для своего развития, для своего продвижения, понимания научно-технического прогресса. Именно это мировоззрение способно обобщить наука и атеизм. Это, на самом деле, ещё одна очередная ложь. И вот по мысли Юрия Фёдоровича Самарина, ещё одного русского философа, он говорил так о материализме. Мы знаем, что весь атеизм он построен именно на материалистической теории. Цитата. «Материализм вырос под крылом идеализма. Потом, оперившись очень скоро, он заклевал своего родителя и, оставшись без роду и племени, присоединился почти насильственно к естественным наукам, в сущности, вовсе к нему не причастным». Конец цитаты. Мы видим, что Юрий Фёдорович Самарин говорит о том, что действительно в начале атеизма, материализма он прижился к идеализму. Но, как он выражается, заклевал своего родителя и совершенно незаконно стал, по сути, приживалкой у точных наук. Имеет ли материализм что-нибудь общее, а тем более атеизм, что-нибудь общее с точными науками? И действительно ли, как утверждают уверовавшие в теорию эволюции и уверовавшие в атеизм, утверждают, что учёные-люди якобы были людьми неверующими, и религия есть не что иное, как мировоззрение прошлого, которое мешает продвигаться научно-техническому прогрессу? И вот этот миф очень развит. Но так ли это на самом деле? Давайте обратимся к учёным, и не просто к учёным без имени, роду, скажем, и племени, а действительно к учёным и в большей степени, да и не то, что в большей, а ко всем нобелевским лауреатам. Что они, эти люди, которые сделали великие научные открытия для мирового прогресса, скажем так, что они говорили о Боге и были ли они атеистами? Например, вряд ли у кого станет вызывать сомнения такой учёный, как Макс Планк, основатель квантовой механики, и вот в знаменитом докладе, да, Нобелевский лауреат, надо сказать об этом, по физике, был удостоен премии в знак признания его заслугу в деле развития физики благодаря открытию квантовой энергии. Он также внёс значительный вклад в развитие теории относительности и в исследовании электромагнитного излучения. И в своём знаменитом докладе «Религия и естество знания» в мае 1937 года Макс Планк писал, цитата, «И религия и естество знания нуждаются в вере в Бога». Кто пишет? Да, преподаватель какой-нибудь или я не знаю кто, это пишет Нобелевский лауреат, что и религия и естество знания нуждаются в вере в Бога. При этом для религии Бог стоит в начале всякого размышления, а для естество знания в конце. Для них Он, Бог, означает фундамент, а для других вершину построения любых мировоззренческих принципов. Конец цитаты. Этот учёный очень хорошо понимает, что он пишет. И ещё, например, в одном из своих главных трудов Макс Планк, который называется «Куда идёт наука», пишет следующее, цитата, «Невозможно противопоставить религию и науку, поскольку они дополняют друг друга. Наверное, каждый серьёзный и мыслящий человек осознаёт, что необходимо признавать и развивать религиозный элемент его природы, дабы все силы человеческой души слились в совершенной гармонии. Не случайно величайшие мыслители, продолжает Макс Планк, не случайно величайшие мыслители, всех времён были людьми глубоко религиозными. Меня как физика, то есть человека, посвятившего всю жизнь совершенно прозаической науке исследований материи, он называет это прозаической наукой, исследованием материи, посвятившись всю жизнь, да, никто не назовёт фантазёром. Я изучаю атом и могу сказать, не бывает материи самой по себе. Вся материя возникла и существует только благодаря силе, которая приводит в движение частицы, удерживает их в виде мельчайших солнечных систем атома. Но как, да, говорит он, так как во всей Вселенной нет ни разумной, ни вечной энергии, то нам следует предположить, что за этой энергией стоит дух, пишет он с большой буквы, обладающий разумом и самосознанием. Это не безличностный абсолют всяких языческих представлений, да, кармических и прочих, которые также сквозят в атеизме и в эволюционизм. Эволюционизм, там есть уже некий такой деизм, что да, какое-то там начало вроде было. Нет, говорит, пишет он, обладает разумом и не только разумом, а самосознанием. А самосознание может обладать только кто? Личность, а не какой безличностный закон. И далее он продолжает и так завершает. Этот дух есть первопричина всей материи. Конец цитаты. Меня тут, да, упрекали, что о том, откуда вы берёте эти цитаты. Теперь я уже об этом говорил, что давно исправился. Да, он об этом пишет, да, о том, куда идёт наука. Ну, я уже сказал, и в этом же, сейчас скажу, да, пожалуйста. Макс Планк, религия и естествознания, журнал «Вопросы и философии», номер 8, 1990 год, страница 35. Пожалуйста, можем проверить. Я вообще советую всё проверять. Мало ли кто тут и везде вообще кто что говорит. Всё надо проверять. Пожалуйста. Другой учёный, Джозеф Мари, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине, за труд, доказавший современному миру возможность пересадки органов ради сохранения жизни умирающих пациентов. Вот что он сказал в интервью журналу «Материалистическая наука на ложном пути». Цитата. «Один вид истины – это истина откровения. Другой вид – истина научная. Если вы действительно верите в благость творения, то нет ничего плохого в занятиях наукой. Чем больше мы узнаём о творении, тем усерднее славим Бога. Лично я никогда не видел противоречия между наукой и религией». Конец цитаты. Слышите, что говорит этот учёный, Нобелевский лауреат, человек первый, доказавший и сделавший эту операцию, пересадил органы ради сохранения жизни человека. Он пишет о том, что нет никаких противоречий между наукой и религией. Где это он пишет? Спускаюсь к цитате. Да, пожалуйста. Да. Он пишет об этом, куда идёт наука. По-моему, да. Да. 1984 год. 33-я страница. Пожалуйста. Другой. Ну, я думаю, что другой человек, который не нуждается, в общем-то, в каком-нибудь комментарии, он также Нобелевский лауреат, сделавший величайшее открытие в мире, он верил, что Бог сотворил этот мир. Учёный. Альберт Эйнштейн. Пожалуйста. Вот его цитата. Короткая, но ясная. Смотрите, что он пишет. Я хочу узнать, как Бог создал этот мир. Кто пишет? Он хочет узнать, как Бог создал этот мир. Эволюционисты и материалисты. Ему, человеку, Нобелевскому лауреату, есть главная задача, которую он ставит перед собой, чтобы узнать, как Бог создал этот мир. Не как он произошёл, случайно. В результате, там, да, как пишет один человек, тоже один учёный, не помню сейчас своего имени, вспомню, скажу. Он пишет, если мы верим, что мир произошёл случайно, это всё равно, что поверить, что... Он был наверняка англичанин. Он говорит, что поверить, что британская энциклопедия произошла в результате взрывов типографии. Точно. Если верить, что мир произошёл случайно, давайте возьмём алфавит, поставим здесь большую чашку, засыпем туда буквы русского алфавита, будем мешать, 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 мешать. И вдруг появится произведение Фёдора Михайловича Достоевского. До миллиарды лет мешайте, смешивать ничего там не получится. Толкового. Поэтому Альберт Эйнштейн, учёный, который так и писал. «Я хочу узнать, как Бог создал этот мир. Мне не интересны те или иные...» Продолжает он. «Мне не интересны те или иные явления в спектре того или иного элемента». Он говорит, что это всё другое. «Я хочу знать его мысли Бога», то есть промысел Божий, его мысли. Остальное всё детали. Не имеет вообще никакого значения. Вот как пишут конец цитаты. Вот так. «Откуда, пожалуйста, Рональд Кларк, Эйнштейн, жизнь и времена, Лондон, Хордер и Стоун, ЛТД, 1973 год, страница 33». Проверяйте. Пожалуйста, проверяйте. Вот люди перевели с английского, отчасти с немецкого. Всё это есть. Все эти высказывания достоверны. Я думаю, что не нуждаются в каких-то либо представлениях великий учёный и хирург Николай Ильич Пирогов, который так и писал. Хирург и анатом. Цитата. «Я сделался крайне верующим, не утратив нисколько моих научных мыслью и опытом приобретённых убеждений». Конец цитаты. Но Ломоносов совсем не нуждается ни в каком комментарии и ни в каком представлении о нём, кто он такой. Михаил Васильевич Ломоносов так и писал. Знаете как? Наизусть даже помню его цитату. «Безумен всякий математик, который волю Божию хочет вымереть циркулем. Точно так же, — говорит он, — безумен учитель богословия, если он хочет по псалтире учиться точным наукам». Всё верно. Разные области исследования. В веры мы проникаем в глубины Божии, а наукой мы изучаем тот мир, который Бог сотворил. Я всегда привожу этот пример. Предположим, у меня здесь лежало бы не священное писание, а, скажем, томик того же Фёдора Михайловича Достоёвского, одного из самых величайших русских писателей. И здесь я бы его принёс, здесь было бы написано «Фёдор Михайлович Достоевский, братья Карамазовы». Я бы взял стёрбы Фёдора Михайловича Достоевского и написал бы «Солодков Андрей Иванович, братья Карамазовы». И сказал бы «Уважаемые подписчики библейского интернет-портала «Пишите на наш сайт, я вам вышлю наложенным платежом, ну, подешевле, в своё произведение». Вы сказали «Слушайте, вы кого там вообще пригласили? Вроде бы так было ничего, а сейчас что-то…» Он врёт, обманщик, и были бы совершенно правы. Что я хочу сказать? Я хочу сказать следующее, что если наука открывает, подобно тому, как мы открываем книгу, те или иные законы, и читает их, подобно тому, как мы читаем книгу, это не значит, что она является автором этой книги. Наука лишь открывает законы, которые были созданы кем? Богом, как свидетельствует об этом учёный. Богом. Скажите мне, когда не был открыт закон гравитации, его что, не было? Пока и учёные его не открыли. Был. Когда не был открыт закон, например, или химические элементы, скажем? Их что, не существовало в природе? Существовали. Что учёные сделали? Открыли химические элементы. А что сделал? Сделал Менделеев. Составил их в элементарную таблицу химических элементов. Так? Так. Я был вот в Тобольске, да, на берегу Иртыша, где учился Менделеев в этой гимназии. Он их составил. И то, говорят, чудным образом известно, как ему всё это вот Господь открыл. Как он говорит, увидел. Как это всё сделать? Ну, они же существовали, эти элементы, да. Когда не было открытой ядерной энергии, её что не было? Протоны. Протоны, атом, нейтроны. Их что, не существовало в природе? Существовали. Что сделала наука? Открыла. Поэтому наука лишь открывает те или иные законы. Я утверждаю, что нет никакого целого предположения есть. Нельзя умолять науку, конечно же. Это всё нужно. И мы пользуемся научно-техническим прогрессом. Это всё необходимо. Но нельзя за наукой оставлять этические проблемы. Тем более, ангажирована вот эта эволюция, на самом деле, языческая и глубоко оккультной теории. Откуда она берёт своё начало, эволюция? О том, что мир был всегда. Ну, это потом её просто оформили, скажем, греческие философы, более-менее такую удобоваримую, да, такую рациональную, логическую систему. А так, на самом деле, это не что иное, как индуизм. Брахман выдыхает, мир и появляется. Брахман вдыхает, мир и исчезает. Так мир был всегда. А что такое дух? Это такая материя, которая потом стала твёрдой. Вот что такое материализм. Это потом ангажировала Блаватская в своё время. И начала учить о том, как утончить своё тело. Здесь применялись все другие механизмы и методики йоги, медитации и прочее. А для чего утончать тело? Чтобы выйти в астрал. Это очень кратко. Это можно из моих других лекций, прежних, всё это увидеть. Или, например, о том, что, например, идеология атеизма говорит о том, что человек умер, на этом всё закончилось, и всё, он вканул в состояние небытия. Так это буддизм. Это буддизм. Хихарта Гаутама об этом именно говорил и учил. Для того, чтобы избавиться от колеса сансары, там просто другая была. Избавление другое было. Здесь построение светлого будущего, да. А там избавиться от колеса сансары. Надо впасть в состояние нирваны, чтобы ничего не хотеть, не хотеть. Я об этом уже говорил. Ничего не хотеть, совсем не хотеть. И ничего не хотеть, не хотеть, не хотеть, совсем не хотеть. То есть, вканул в состояние небытия. Но там, в буддизме, надо было ещё как-то потрудиться. В медитациях в этих, в позах в этих, разные принимать. И не дышать, и не есть, и не пить, и прочее. Не отправлять нужды. То есть, здесь атеизм даёт всё с лёгкой руки. Помер, и всё. И сразу состояние нирваны, небытия. Ангажированная идея, конечно. Как писал об этом Тургенев, что умер человек, лопух на могиле вырос, и этим всё закончилось. Поэтому здесь именно так. То есть, наука познаёт тот мир, который был сотворён Богом. Она открывает законы. Но если человек, например, книгу, если человек не написал книгу, а взял... Бывают такие истории, к сожалению, среди даже уважаемых людей. Когда человек эту книгу не писал, а взял и себе имя присвоил, поставил своё авторство. Вот я там перевёл с английского, скажем, или с какого-то, с немецкого. Это что такое? Плагиат. Поэтому научной картины меры ещё нет по какой причине? Знаете, по какой? Целостной научной картины. Мировой океан изучен всего на 5%. Я всегда... Когда мне это говорят, я сразу говорю, до свидания. На 5%. Если у меня в академии или в семинарии семинарист или академист изучит предмет на 5%, то можете сами догадаться, какую оценку на зачёте он получит. Нет никакого целостного мировоззрения. Потому что, если говорить о целостном научном мировоззрении, значит, мир должен быть изучен досконально. Тогда да. Отчасти да. Но целостного мировоззрения нет. И наука-то, в общем-то, она на это не претендует. Это претендуют, опять же, те же атеисты и эволюционисты, которые выдвинули свою религию и, как говорил Самарин, помните, стали приживалкой к естественной наукам. Да, у Ломоносова есть ещё и великолепное... Он был же не только учёным, он был и писателем, и поэтом. У него есть переложение 26-го псалма Давида. Вот как он писал. «Услыши, Господи, мой глаз, когда к Тебе взываю, И сохрани на всякий час, к Тебе я прибегаю. Меня всей жизни не отдай душам людей безбожных, Твои десницы покрывай от клеветаний ложных. Ко свету Твоего лица вперяю взор душевный, И от всещедрого Творца приемлю луч вседневный». Пожалуйста. Он как будто предвидел, что, ссылаясь на него, будут говорить о том, Что якобы наука никакого отношения, наука-религия – это противоречивая совершенно система. А не противоречивая, и снова повторю, только в головах атеистов, Которые противоставили себя, само слово, атеизм. Без Бога, против Бога. Псамопевец Давид давно такому состоянию человеческого сознания поставил диагноз. В другом, в 13-м псалме Давида, сказал, что безумен человек, Который в сердце своем сказал, что нет Бога. И как последствия, дальше сказано, развратились они и совершили гнурственные дела. А экклезиаст в книге говорит, что «сеющий ветер пожнет бурю». Поэтому не надо удивляться, откуда сегодня такая черствая сердец, И всех людей тянет лишь к материальному стяжанию. Так произошел человек откуда? Из материального, из мертвой материи. Поэтому черстваясь материи, вот она черствая сердец, Человек тянется к первоначалу по своему религиозному состоянию, Сотворенному по образу и подобию Божию. Человек всегда взгляд свой направляет туда, к утерянному раю. А если ему предлагают такую концепцию, то куда? К материализму. Ну и потом еще он там как-то сам по себе развивался, Потом стал обезьяной, почему-то агрессивной, Который рисует на картинках теорию эволюции, Где она вот там с дубинкой идет. Эволюция привела к агрессии. Ну понятно, выживает сильнейший. Поэтому так. Поэтому так. А, да, как же я чуть тут не забыл. Еще один лауреат Нобелевской премии по химии. Я привел физика, медика, а теперь химика. Чтобы у нас такая была более палитра, А то скажут, ну, однобокость какую-то взяли. Нет, пожалуйста. Лауреат Нобелевской премии по химии Кристиан Анфицен. Анфицен за работу по исследованию рибонкулезы, Особенно в взаимосвязи между аминокислотой и последовательностью ее биологическими активными конферментами. Вот какой человек. Заниматься такими науками, я считаю, это серьезно. И вот в ответ на вопрос журналиста, журнал называется «Космос Биостеус», он ответил так. Вот вопрос ему задает журналист. «Что вы думаете об концепции о существовании Бога?» Многие ученые спрашивают, журналист, верили в существование Бога. «Что вы думаете о концепции существования Бога?» И не стесняясь в выражениях, он сказал, это дословный перевод. Я переспрашивал, те, кто переводили. Дословный перевод. Цитата. «Думаю, только дурак может быть атеистом. Нам приходится признать существование непостижимой силы», пишет он с большой буквы, «обладающей безграничной мудростью и знанием силы, которая положила начало Вселенной». Конец цитаты. «Космос Биостеус». Да, цитата. Именно 1997 год, страница 139. Пожалуйста. Пожалуйста. То есть мы видим, что люди ученые, они были действительно людьми верующими. Что говорят эволюционисты и атеисты, когда мы спрашиваем, а покажите, где эти переходные периоды? Как? Они говорят, показать невозможно. По какой причине? Потому что наша Земля, она очень стара. Эй, миллиарды, сколько там? Четыре с половиной миллиарда лет, а Вселенной 450 миллиардов лет. Они ловко как-то так запятую перенесли, да, и нолик убрали. Четыре с половиной миллиарда миру. Доказано ли то, что наша Земля действительно так стара? В общем-то, нет. Время отмотать невозможно. Другие говорят, ну как же, вот там углерод-14, там и прочие, и разные датировки тех или иных останков, которые находятся, или артефактов. Нужно сказать следующее, что... Можно найти, я могу привести эти цитаты, и множество, опять же, учёных, и исследователей уже. Нужно сказать следующее, что все они говорят, что это большая доля условностей, то есть период распаза. Даже Фрэнсис Бекон, материалист, он говорил о том, о чём? Он говорил о том, что любое лабораторное исследование – это что? Это насилие над природой. Потому что мы помещаем то или иное объект исследования куда? В условия неестественные. И поэтому период распада можно считать, например, вот сейчас произошёл какой-то период распада, можно сказать, что одна минута равняется одному году. Или одна минута этого распада, я так условно говорю, как рассуждают учёные, равняется ста годам. Или одна минута распада равняется миллион годам. Это всё зависит от того, как верят учёные. Вот говорили и о нефти, и о угле, что они должны, могут развиться эти природные ископаемые только там, благодаря миллиардам лет. Но уже есть новые научные открытия, которые говорят ничего подобного. Можно это всё сделать искусственным путём. О, у нас древесный уголь уже, когда мы едем на природу, нам его уже продают, пожалуйста. Просто делают его и говорят, а если его дальше так делать, то, в общем-то, можно и каменный уголь сделать. И никаких здесь проблем вообще нет особых для науки. Поэтому это все процессы ускорены, высоких температур. Поэтому так. Нам давно пора отказаться уже от этой теории эволюции. Она устарела. Ну, кто был идеологом теории эволюции? Ламарк, Дарвин. Ну, Дарвин, кстати, Чарльз Дарвин верил, что мир не произошёл случайно. Он верил, что начало всему было дано Богом. А потом он просто как-то развивался сам по себе. Но это теория деизма. Она говорит о том, что Бог завёл свой механизм и удалился. И никак не участвует уже сегодня ни в мире, ни в процессах управления миром. Он сам по себе развивается, движется ни в судьбах людей. Но он всё-таки верил, что начало-то было положено. Но потом надо же сказать о том, что Чарльз Дарвин, когда он жил, 1809 год, 1882, хочу напомнить, что он плавал на деревянном корабле. Какое у него было мировоззрение? Он не знал о том, как ещё и не все острова, и не все до конца материки были очерчены и открыты к его времени. Большая часть, да, но какое у него было там мировоззрение? Разве были такие великие научные открытия, которые есть сегодня? А у нас до сих пор ссылаются на, в общем-то, средневековые, по сути, там, если о Ламарке говорить, чуть ли не средневековые какие-то... Да, давайте ещё скажем о том, что из какого-то там плохих продуктов жизнь возникает сама по себе, как было там предположено, что там пока не было микроскопов. Ведь Дарвин предполагал, что клетка, она это какой-то примитивный организм. Но сегодня уже учёные заглянули в этот примитивный организм по Дарвину, который он так считал, который он так считал. И что они увидели? Они видели, что клетка это сложнейший, просто сложнейший микроорганизм, где существуют такие процессы, что-нибудь удали, и всё рухнет. А он просчитал, что из маленькой клетки всё развивалось. Как тут совмещать науку и это мировоззрение? Поэтому наука 20-21 века сделала серьёзный шаг вперёд в образе научных открытий, а идея самопроизвольного возникновения жизни, эволюционного развития сильно устарела. И в этом смысле нужно сказать ещё и следующее, что тот же учёный-химик биолог Луи Пастер рассуждал о материалистической попытке осмысления мира и человека, устрояя при этом Бога, дающего начало всему. Он писал, цитата, Вот так. Где он об этом пишет? Почему учёный верит в Бога? Это его статья в журнале «Наука и религия». Поэтому о том, что мир действительно не так стар, и об этом говорят и пишут многие учёные, например, Джозеф Сенфорд, генетик своей работы «Генетическая энтропия и загадка геномов». В 2005 году в результате реалистического моделированной генетики наследия делает научный вывод о том, что геном человека довольно молод и исчисляется всего лишь тысячами лет. Или вот, например, доктор биологических наук Мэри Хиби Швейцер провёл в 2007 году исследование окаменелости динозавра и утверждает, цитата, «Наличие гибких кровеносных сосудов клеток, крови и белков в окаменелых костях динозавров…» Ну, про динозавров нельзя было не сказать, сами понимаете. Это такая тема. Я в любую студенческую аудиторию захожу, а динозавры куда делись? Наш просто синематограф, мульти, он очень сильно, да, так, очень сильно внимание нашей молодёжи привлёк. Поэтому про динозавров. Пожалуйста, и снова повторю, доктор биологических наук Мэри Хиби Швейцер в 2007 году исследование окаменелости динозавра утверждает, снова, цитата, «Наличие гибких кровеносных сосудов клеток, крови и белков в окаменелых костях динозавров согласуются с возрастом окаменелости несколько тысяч лет, а не 65 миллионов, о котором говорят палеонтологи». Он опровергает это. Говорит, это не так, конец цитаты. Поэтому, если действительно наша земля молода, то все эти эволюционные теории, которые построены на языческих, оккультных представлениях, мировоззренческих представлениях, они ружат, как карточный домик. Если наша земля, как утверждают одни ученые 100 тысяч лет, другие говорят 50 тысяч, а третьи говорят всего 20-15 тысяч лет и не более. Есть, например, такое научное открытие, но оно не новое, как движение материков. Если мы представим себе визуально нашу карту земной коры, мы увидим с вами, что здесь Америка, Северная, Южная, Евразия, Африка, Австралия. Если все это геометрически соединить, мы видим, что это совпадает. Где-то что-то немножко подтопило. И видим разлом коры, земной коры. Они ясно очерчены. Из космоса это сегодня видно. И в Атлантическом океане. И вот ученые давно уже, это старое открытие, они почитали, оказывается, материки не стоят на месте. Есть движение материков. Движение материков. И они говорят о том, что если верить, что наши пишут об этом, утверждают, что нашей земле хотя бы сто тысяч лет, то мы должны наблюдать уже столкновение материков, какие-то катастрофы, но мы этого не наблюдаем, таких катастроф. Потому что есть скорость движения материков. Другие различные утверждения, например, ученые также, не я, я не ученый, я читаю, о чем они пишут и делюсь с вами. Они говорят о том, что Земля вокруг своей оси вращается, то есть, мне память не изменяет, сейчас она со скоростью 1672, по-моему, или 75 км в час. О, с какой скоростью мы летим вокруг своей оси. Но, они посмотрели, оказывается, Земля притормаживает в своем вращении какую-то там долю секунды, да, в течение там года. И они говорят, если верить, что нашей Земле 4,5 миллиарда лет, то сила гравитации, а, а вращение Земли должно быть там 5000 чем-то км в час. И тогда, они говорят, сила гравитации была настолько бы сильна, потому что при таком, ну, понимаете, здесь закон центробежности действует, да, поэтому, чтобы что-то удержалось, надо. Закон гравитации должен быть такой силы, что не то, что возникновение какой-то жизни на Земле было бы возможно, если бы даже она была, навряд ли бы она удержалась. Я тут шутку говорю, когда мне иногда про динозавров спрашивают школьники, да, когда я захожу в классы и провожу какие-то беседы, касаются этой темы, то я говорю так, что так как они были самые тяжелые, то, если верить теории эволюции, и то, что нашей Земле 4,5 миллиарда лет, и то, что закон гравитации, он был настолько сильный, они как самые тяжелые, согласно силам центробежности, вылетели просто из Земли. Я говорю, ну, это просто шутка, но в каждой шутке есть доля правды, да, вот, поэтому здесь так. Ну, что еще? Множество таких примеров можно приводить, и, например, скажем, Ребека Канн, вот тоже, что я читал в научных журналах, она известный ученый, микробиолог, человек, занимающимся исследованием митохондрии ДНК человека, в своих научных лабораториях и открытиях, она давно, это, опять же, не новые уже открытия, это примерно 80-е годы прошлого столетия, есть целый ряд ученых и целый ряд институтов во всем мире, которые занимаются этим исследованием митохондрии ДНК человека, она делает несколько утверждений, ну, например, которые я помню, она говорит о том, что все люди произошли от одной пары людей, да, и она это говорит, исследуя митохондрию женскую, говорится, во всех частях земного шара, где бы люди не находились, у них одинаковая ДНК и митохондрия одинаковая, и наследство передается именно по женской линии, и мы сегодня знаем, что там, мы, в общем-то, об этом и давно знали, что имя Ева переводится как жизнь, и, что интересно, она есть сегодня в научном мире даже такой термин, митохондриальная Ева, она говорит, что жизнь произошла от одной пары людей, и доказывает это, потом, она также утверждает, что никакого перехода от животного ДНК к человеческому просто невозможно, никак невозможно, это разные строения ДНК, и поэтому, если бы было возможно, она утверждает, что мы бы тогда могли бы жизнь человеку вековечить, взять ДНК оттуда какие-то митохондриальные, и как бы, потому что даже она говорит, что есть у ДНК определенный ресурс, ДНК не может существовать, ну, как у любого нашего, у гаджета, у телефона, есть ресурс, он нуждается в подзарядке, да, так и в ДНК человека есть определенный ресурс, и ему, она утверждает, как она говорила, не более 100 тысяч лет, другие ученые говорили, не более 50 сокращали, говорили, не настолько богат ДНК, какие миллионы лет, какие миллионы лет развития человека, из какого животного, если это невозможно, все эти представления, снова скажу, снова скажу, они глубоко языческие, языческие, на смену веры в Бога пришел вот этот вот религиозный, такая мешанина, религиозный синкретизм, который выдавался за нечто такое научное и прочее, поэтому наша земля молода, и согласно библейскому исчислению, и всего там, сколько мы сейчас живем, да, всего лишь тысячи лет, но никак не миллионы и не миллиарды, а если это не так, то вся теория эволюции, она, как я уже сказал, глубоко ненаучна, и она рушится, как карточный домик, и ничего не остается, то возникает вопрос, откуда, да, этот мир, откуда он, Бог сотворил, как говорят многие ученые, Эйнштейн и другие, которых я приводил, они хотят знать, как Бог создал этот мир, в Священном Писании, в первых книгах, можете посмотреть, и у меня есть на все главы Священного Писания книги Бытия, книги Бытия, есть толкование, и первая книга Священного Писания, первая книга Моисеева Бытие, да, вначале створил Бог небо и землю, земля была безвидна и пустая, Дух Божий парил над водою, в первый день Бог творит свет, как сказано, да будет свет, и стал свет, а скажите мне, существует скорость света, да, все знают, а существует скорость тьмы, нет, что такое тьма, отсутствие света, вот, иногда спрашиваю своих студентов, и там бывает, они ловятся на это, к сожалению, это мировоззрение, эволюционное, оно глубоко проникло, оно до сих пор еще преподается, но это, в общем, языческая религия, и она, такой вот, синкретизм, некий гностицизм современный, преподается сегодня, я вот спрашиваю студентов, мир конечен или бесконечен, вселенная, ну, эти 50 на 50, иногда бывает, наши студенты, некоторые говорят, бесконечен, я говорю, стоп, безначально бесконечен, только Бог, а мир конечен, если Бог говорит, да будет, Он создал всю эту вселенную, весь этот космос, который мы еще не открыли, значит, у этого космоса, как у тварного космоса, есть где-то его окончание, ну, говорят, не знаю, насколько там можно верить, но тем не менее, космонавты НАСА, там они запустили, какой-то спутник, он летит, упирается, вот к 2030 году, в какой-то стене, как будто стена какая-то, как будто некий такой, не может ни какой-то звуком, или чем-то, ни как это обойти, то есть, если метеорит, он как-то обходит, там, и говоришь, дальше можно лететь, да, и управляется там электроникой, современной, то здесь он упирается, и все, никак, что это, конец нашей вселенной, да, что там, не знаем, поэтому, если мы скажем о том, что вселенная бесконечна, то мы должны тогда в символ веры добавить с вами следующее, веру в единого Бога Отца, всей жизни Творца, и единосущной ей бесконечной вселенной, а как по-другому, выходит, мы вселенную приравниваем бесконечную к Богу, только Богу принадлежит, принадлежит безначальность и бесконечность, и человеческая душе, которую Бог, бессмертная человеческая душа, все материальное, сотворенное Богом, оно не вечно, а почему такое мировоззрение прижилось в головах людей, а потому что люди уволили из своего мировоззрения Бога, а душа приводит в свои христианка, она не может верить в конечность своего существования, поэтому нужно было создать какой-то идеал бесконечности, люди уверили, что вселенная бесконечная, видите как, подмена, вот так, далее мы видим о том, что Бог творит этот мир, твердь, твердь это вселенная, ошибочно люди думают, некоторые ловятся даже, да, уже там пускай в такие богословские, в общем-то, размышления, а не знаю, элементарной, я бы сказал, богословской таблице умножения, шестоднева, как Бог творил этот мир, твердь это вселенная, на которой впоследствии Бог подвесил что? Солнце, луну, звезды и прочее, да, поэтому Бог творит твердь, далее отделяет, творит землю, потом отделяет воду, отделяет воду от земли, далее Бог творит что? Какой мир? Растительный, потом какой мир? Потом творит солнце и луну, да, потом творит мир, кого? Рыб и птиц, я всегда спрашиваю, между рыбами и птицами есть что-то вообще? Да, пингвины это кто? Правильно, яйца несут даже, вот так, они створены в один день, а потом скажу вам о том, что в следующий день Бог творит что? Животных и человека, и человек венец творения, по образу и подобию, то есть, мы видим, что есть мир растительный, то есть, есть мир материальный, мир растительный, мир птиц и рыб, мир животный и мир человека. Человек творится особым образом, ничто это не смешивается, но теория эволюции, атеистическое мышление, связавшись с теорией эволюции, да, они всё это смешивают, получается такой винегрет, но это не новость, снова повторю, это всё, всё это смешение тварей и творца известно как пантеизм, языческая религия, в общем-то, индуизм. И других, и даосизма того же, где смешивается и бог-творец, и синтаизма того же, и религии Японии, где смешивается бог-творец, где он как бы выплёскает всё из своей имманации, мир и происходит, брахман выдыхает, и мир и появились. Что же здесь научно-прогрессивного? Ничего не вижу. Возвращение к старым языческим религиям. Поэтому так. Мы верим, и мы видим, что не мы верим, а учёные, которых я сегодня привёл, множество цитат, учёных, они не были безбожниками. Они были людьми верующими. Не мешало им делать научное открытие, вера в Бога. Наоборот, Луи Пастер, по-моему, да, он говорит, я молюсь в моих лабораториях, когда делаю опыты. Поэтому так. Там другой лауреат говорит, только дурак может быть атеистом, когда мы исследуем этот мир, мы просто поражаемся. И действительно, настоящие учёные, они людьми были и есть, и остаётся людьми верующими. Верующими. Ну, только человек, конечно, может быть, тот учёный, который ангажирован, опять же, идеологии и религии, этих языческих представлений, да, о мире, Боге, человеке, тот может ещё как-то упираться. Поэтому так. Ну, вот, пожалуй, то, что можно было сказать сегодня. Но, может быть, в завершении только хотел бы ещё привести несколько, это уже такого для нашего утверждения, отцов церкви, которые говорят нам, что, да, есть такое, что и в нашу среду проникают все эти эволюционные теории. Например, святитель Василий Великий призывает нас к следующему, цитата, «Нам надлежит исследовать состав мира и рассмотреть вселенную не по началам мирской мудрости, слышите? Не по началам мирской мудрости, но как научил нас этому служитель Моисей, служитель Божий Моисей, говоривший, с которым Бог говорил явно, а не в гаданиях». Конец цитаты. Откуда пророк Божий Моисей, и сейчас некоторые тексты, которых мы обратились, знал, как этот мир был сотворен. Ему Бог открыл это. Открыл. Чем отличается пророк Моисей от других пророков? Одним удивительным качеством, которым Бог его наделил. Каким? Он видел. Если все пророки предсказывают, что будет, то пророк Божий Моисей видел, как Бог творил этот мир. Представляете? Как сказано, строилось небо и землю, свет и все остальное. Когда некоторые наши такие эволюционисты говорят, куда, не веря в суточное творение этого мира, говорят, а куда девался свет, пока еще не было луны и солнца? Преподобный Ефрем Сирин дает на это ответ. Он говорит, на 12 часов первозданный свет погружался в первозданные воды, готовя к тому, чтобы мир был створен. Так было 4 первых дня. И вот Василий Вики так и призывает. Нам надлежит исследовать состав мира и рассматривать вселенную не по началу мирской мудрости, но как научил этому служителю своего Моисея Бог, говоривший с ним явно не в гаданиях. Святитель Анзлатоуст, пожалуйста, пишет, цитата, «Вначале створил Бог небо и землю, как бы громко взевая ко всем нам, мол, не по научению людей говорю это, кто призвал эти небо и землю из небытия в бытие, тот подвих и язык мой к повествованию о них. Итак, а теперь обращается к нам, прошу вас, просит, святитель Анзлатоуст нас, прошу вас, будем внимать этим словам, так, то есть о сотворении этого мира, шестоднева, как будто бы мы слушали не Моисея, но самого Господа Вселенной, говорящего устами Моисея. Конец цитаты. И еще, пожалуйста, святитель Феофил Антиохийский писал следующее, цитата, «Я не намерен говорить подробно обо всем, но показать число лет от сотворения мира и обличить суетный труд и пустословие писателей, потому что не 20 тысяч миллиардов лет, как писал Платон, от потопа до его времен, и не 15 миллиард, 3075 лет, как свидетельствовал Аполлоний, египтянин, и что не безначален мир, и не существует все по случаю, как пустословили прочие, но он произошел и управляется промыслом, все сотворившим Бога, и все времена и годы ясны для тех, которые желают убедиться в истине. Всех же в совокупности лет от сотворения мира 5695, это когда он жил в его годы, 5695, с несколькими месяцами и днями. Итак, из рассмотрения времен всего нами сказанного можно видеть древность пророческих писаний и божественность нашего учения, что не ново это учение, и небоснословный, и не ложны наши верования, как думают некоторые, но самые древние и истинные. И если есть у меня ошибка, ну может это 50 или 100 лет, однако не тысячи или десятки тысяч, как это случилось с ложными исчислениями Аполлония и других. Конец цитаты. Пожалуйста. Все отцы церкви, хотя бы три отца церкви, это уже некая полнота, они призывают нас обратиться к нашим откровениям, к нашему мировоззрению. К православному мировоззрению понимаете вопрос. К тому, по сути, мировоззрению, которое заложено в человеке изначально, когда Бог сотворил его по образу и подобию Божию. Остается только сказать, нужно отвергнуть все эти ложные мировоззренческие установки, которые, как мы видели, приводят человека к агрессивным действиям. Снова напомню, произошел, пришел ниоткуда, иду в никуда. Какой мой тогда будет образ жизни? Я вам скажу, бери от жизни все, не дай себе засохнуть. Урвать, сорвать, насладиться, а пусть нас хоть потоп. Так и рассуждают. Все афкану в немытие. Никого ответа ни на кого отсюда держать не будут за свои поступки и действия. Все, ешь, пей, гуляй, веселись. Зачем себя сдержим, как говорит апостол Павел, если неверим и Христа? Да, если действительно так. Жизнь превращается в некую пустоту и смысл жизни. Только нахапать в этой жизни и все. Отсюда и агрессия, раздави ближнего твоего, выживает сильнейший вид. Это несет очень серьезный отпечаток на действия человека, на его образ мысли сначала, потом и на его действия. Вот откуда берется это все. Вот откуда берутся все эти процессы, которые мы видим сегодня. Да, поэтому нам нужно вернуться, как призывает нас пророк Божий Еремия. Остановитесь на путях ваших и познайте, что есть путь древний. Аминь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. субтитры. Спасибо за субтитры. Спасибо за субтитры. Спасибо за субтитры.